Привет, друзья, с вами я, Тринан. Сегодня поговорим про два тренда на этот год. Основные тренды. И начнем с того, что сегодня можно было торжественно сказать, что открылся... Вот этот тренд, первый тренд начался. Первый тренд – это изменение новостного направления. Что я подразумеваю под это? Если последние несколько лет в основном новости выходили, что этот проект, стартап, начал работать или собрал средства. Много миллионов, мало миллионов. Основное направление, как вовлечь инвесторов, неопытных инвесторов, чтобы ограбить их, скажем так, это стартапы, которые обещают фантастические вещи. Самое главное – есть фонды, которые поддерживают эти стартапы, тем самым минимализируя, давая больше гарантии, что этот стартап реализует свои обещания. Так что новостная линия была такая. С помощью фондов пампим токены абсолютно без перспективных проектов. На новость вот так легко дают деньги. И тренд новостного вот этого направления, оно меняется. Даже основное открытие, это сегодня было, меняется на интегрирование, использование того или иного блокчейн-проекта в продукте какого-то известного, известной компании. И эта линия будет все больше и больше увеличиваться масштабом. Потому что если в одном секторе несколько проектов, и первый выпускает новость, что мы нас интегрировали в этот проект, ну, какой-то громко звучащий, как было сегодня, аудиос, спотифай и тикток интегрировали аудиос проект. Название крутое. Все другие в этом секторе, если они не будут поддерживать этот новостной фонд, тоже не будут что-то представлять на предыдущие месяцы, upcoming, то они будут отставать. Неопытные инвесторы будут идти туда, где есть вот такие заголовки, что проект интегрировал какой-то известный бренд. Эта линия будет набирать только обороты. И если вы не теряли деньги на инвестиции стартапов, многообещающих, то молодцы, супер. Должны еще два раза больше быть скупим, как это сказать, касательно инвестирования в проектах, которые интегрируются. Потому что мы будем видеть все больше и больше интеграции, скажем так, что начали использовать. И отправить начальных инвесторов вот таким ходом в тот или иной продукт, в Pump токена. Это основной тренд на 2023 год. И сегодня, как с аудиос, спотифай и тикток, это для меня стало как бы началом. И почему это стало так наглядно для меня началом? Потому что одна из больших англоязычных каналов прямо на таком уровне и формулировали. То есть есть грань, тут уже кликпейт. Но эта грань разделяет то, что ты можешь оправдаться, что я не говорю о кликпейт. И пример. Если в тикток можно сделать share своего трека из аудиос, или же если в тикток ты проходил верификацию, то в аудиос не надо снова проходить верификацию. Это дает какой-то потенциал. Нет. Напрямую, если бы человек, который создает песни, или же контент в тикток. Тикток с помощью какого-то блокчейна. Все этот контент идентифицирует, и любое его копирование на любом другом канале тикток все равно дает royalty, который поставил создатель этого контента. Он берет свой royalty. Вот это фантастическая перспектива для блокчейн-проекта. Тот блокчейн-проект, который выберут для этого, вот это фантастический потенциал для роста. А поделиться в тикток или не проходить верификацию, это нет, это ноль. Но довольно большой канал, с рейтингом довольно хорошим. Вот на грани кликпейта. И еще Spotify. Spotify интегрировал крипто-кошельки. Окей. И несколько проектов были выбраны для того, чтобы их NFT работали как разлог для плейлистов. Лайтзепплин, Квинн или другого. Это ноль. У NFT такое огромное количество применений, что то, что показали, оно самое... Не знаю, на какой ряд поставить. Вот такое применение. Для разблока плейлиста. И эти два очень хорошие примеры в начале года, на какое направление ставится новостной фон. Повторюсь, другие должны тоже перейти на этот фон. Потому что они будут отставать. Аудио синтегрировали, аудио синтегрировали. Дебильная интеграция, но дело в том, что не важно, насколько это размажено или насколько ненужна интеграция. Дело в том, что вот это на слуху. Это видят. Инвесторы идут туда. Поэтому другие проекты в том же секторе должны тоже что-то показать. Что их тоже где-то интегрируют. Но в этой направлении рядом с такими новостями будут выходить мощные новости на использование того или иного блокчейн-проекта. Как, например, сегодня вышло. Coinbase на базе Optimism сделает свой собственный для R2 решение для масштабирования использования сети эфира. И это уже второй основной тренд будет на этот год. Все программные решения сайтчейни или ZKR-лапы, которые будут решать каждый день на самом топовом, позитивающем вопрос. Сделать эфириум работоспособным проектом. Решить вопрос с масштабированием и комиссией. Если я шесть месяцев назад для своего проекта был вынужден перейти на Polygon, я, Олег, проект, JP Morgan был вынужден использовать Polygon, дело в том, что год за годом нужда использования эфира увеличивается. И его неработоспособность... Объясню так. Если на эфириуме рынок может проглотить один миллиард пользователей с миллионами дапами, сам эфириум не позволяет этому реализовываться. И поэтому все решения, которые будут помогать для реализации этого потенциала, они в первую очередь под вниманием и инвесторов, и всех, кто есть вообще в этом рынке. Это самый важный вопрос. Есть огромный потенциал, который давится, не позволяет реализовываться из-за того, что проект не работает хорошо. Поэтому проект, работающий на решение этого вопроса, они в первую очередь в внимании СМИ и инвесторов. Пропустить этот трон не надо. Все проекты будут иметь свои неудобства в пользовании. Как Пальгон имеет, как оптимизм имеет. Но нужда настолько велика, что это неудобство. Ты готов сведиться с этим неудобством. Так что на этот год два важных дела нужно делать. Первое, не покупать токен, проект которого интегрировали в каком-то бомбе новости. Такая новость вышла, не надо сразу идти купить. Досканально читать о чем новость, насколько все имеет потенциал. Сберечь свои средства и инвестировать в тот тренд, который реализует потенциал. Я в 2022 году добавил Матик в свой портфолио исключительно из-за того, что я в своем проекте начал использовать Матик. Венужденно начал. Но это спасало. Сейчас же, когда выходит оптимизм или ZK, я их добавляю в свой портфель. Изучаю, понимаю нужность, пользуюсь, знаю качество проекта и инвестирую. Это самое лучшее. Вообще выражение есть. Инвестируй в то, что ты понимаешь. Если у тебя есть еще и опыт в использовании того или иного продукта, это самое лучшее виситство будет для тебя. И я держусь этой линией. Все, два трояда. На первом не теряем, другой не упускаем, чтобы зарабатывать. Если интересует мой портфель, какие проекты в нем, подробно в описании. Все, друзья, спасибо большое. Увидимся.